Привет, я Настя. Я расскажу о том, как взаимодействовать с вожатым напарником, чтобы смена прошла отлично. Для этого разделим все на три части. Работа до смены, на смене при детях и на смене между вожатыми. Первое. До смены основная задача познакомиться вам между собой и договориться о правилах, которые понадобятся на смене. Первое. Вы, конечно же, узнаете друг о друге. Что любите, что не любите, какой может быть вожатский опыт или просто опыт работы с детьми. Очень важно узнать сильные и слабые стороны человека перед сменой. Это касается характера, привычек или даже каких-то навыков. Я, в первую очередь, всегда спрашиваю слабые стороны. Как бы мы ни хотели, это проявляется на смене очень сильно и надо быть готовым. И второе. Мы договоримся на берегу. То есть мы продумываем те правила, которые нам могут понадобиться для того, чтобы представить их детям, для того, чтобы взаимодействовать нам между собой и, конечно же, как нам о чем-то говорить с детьми, если мы сами не понимаем, как нам вести себя. Мы заранее продумываем те ситуации, которые могут возникнуть с отрядом и решаем, как мы бы поступили. Зачем это делать? Во-первых, ну какое же это дело, если один вожатый разрешит то, что второй вожатый только что запретил делать? Так не поступают. Соответственно, мы договариваемся, какие определенные правила у нас есть. Второе. Если мы заранее продумали выход из ситуации, это нам поможет быстрее решить проблему, возникшую на смене. И третье. Пока мы до смены обсуждаем данные вопросы, мы лучше улавливаем мышление и поведение человека, что помогает нам лучше взаимодействовать с ним на смене. Итак, вторая часть. Здесь есть одно основное правило. Дети не должны видеть ваших конфликтов. Даже если вы будете ругаться где-то в комнате и они вас услышат, так дело не пойдет. Самое главное правило – мы не выясняем отношения при детях. Они должны видеть, что вы единая команда, которая работает заодно. К этому же относится вопрос про правила, о которых я говорила чуть ранее. На смене ваш напарник – ваши сокровища. Помогайте, оберегайте. И самое главное – взаимовыручка. Взаимовыручка – это спасательный жилет от всех проблем на смене. И все зависит от того, насколько вы готовы помочь, насколько вы готовы уделить чуть больше внимания вашему напарнику. Уважайте его выбор. Говорите о том, как вам комфортно работать на смене. Слушайте, как ему комфортнее работать с вами. И, конечно, заботитесь о нем. Удачной вам смены. Всего доброго. НКМ-ТВ